POCO M3 это новый недорогой телефон с необычным дизайном, камеры на 48 мегапикселей, аккумулятором на 6000 мАч и большим дисплеем. Но обо всем по порядку. POCO M3 поставляется в желтой упаковке с черными надписями, прям инверсия коробки POCO X3. Комплект стандартный сам телефон, кабель USB Type-C, зарядный адаптер на 22,5 Вт, силиконовый чехол, который полностью обволакивает модуль камер не то что в POCO X3. Толщина телефона 9,6 мм, толще на 0,2 мм, чем POCO X3, но вес меньше 198 грамм против 215 грамм. В длину 162,3 мм, ширину 77,3 мм. Задняя панель пластиковая, на вид с имитацией искусственной кожи. Такая поверхность лучше, чем у POCO X3, не будут оставаться отпечатки пальцев. Ушли от глянца, это шаг вперед. В привычном месте расположен прямоугольный модуль камер, смещен влево. Обыграно все это черной пластиковой площадкой с нанесением логотипа в правой части. Модуль камер выпирает на 1 мм. Этот модуль состоит из трех камер. Основная камера на 48 Мп с диафрагмой 1.79, макрокамера на 2 Мп с диафрагмой 2.4 и датчик глубины на 2 Мп. На верхней грани – ECO-порт, разъем 3,5 мм, отверстие динамика и микрофон. На правой грани – качелька регулировки громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. На левой грани – тройной слот для двух нано-сим-карт и карты microSD с поддержкой до 512 гигабайт. Вот нельзя было сделать такой же слот и у POCO X3. Внизу порт USB Type-C с протоколом USB 2.0, еще один микрофон и основной динамик. У POCO M3 заявлен стереозвук с сертификацией высокой четкости. Дисплей у POCO M3 IPS 6,53 дюйма Full HD+, 1080 на 2340, 60 Гц, с технологией Dot Drop, то есть со сниженным энергопотреблением, в отличие от обычных LCD-дисплеев. Рамки не крупные, борода небольшая, дисплей занимает почти 90% лицевой стороны смартфона. Отверстия под фронтальную камеру выполнены в виде капельки. И нравится такое решение, скрыл в настройках и юзай дальше. Фронтальная камера на 8 Бегапикселей. Дисплей POCO M3 защищает Gorilla Glass 3-го поколения. Доп-защита такого стекла обязательно. Наверное, также будет в заводе наклеена защитная пленка. POCO M3 представлен на платформе Qualcomm Snapdragon 662 восьмиядерный чипсет, который был анонсирован в начале 2020 года и изготавливается по 11-нанометровому техпроцессу. Четыре ядра работают на частоте 2 ГГц и четыре на 1,8 ГГц. Чипсет включает в себя графический процессор Andero 610. Имеется две конфигурации на 64 ГБ флэш-памяти стандарта UFS 2.1 и версия на 128 ГБ, но стандарт памяти здесь UFS 2.2. Основное различие между UFS 2.2 и UFS 2.1 – это увеличенная скорость записи. Этот показатель заметно влияет на быстродействие устройства и некоторых задач. Оперативная память у обоих версий типа LPDDR4X на 4 ГБ. Все это работает на MIUI 12, Android 10. В презентации POCO M3 в Antutu набрал 191 тысячу баллов. У зарубежных блогеров, которые уже вовсю тестируют данный телефон, по факту всего лишь 178-179 тысяч. PUBG Mobile на минимальных настройках выдает 30 фпс. В целом такой производительности с лихвой хватит для повседневных задач. Телефон поддерживает почти все возможные бенды в сетях 4G, 3G и 2G. Поддерживает Wi-Fi сети диапазона 2,4 и 5 ГГц. Также в телефоне есть радио и Bluetooth 5.0. NFC отсутствует. Навигация, GPS, GLONASS и другие. Примеры качества съемки камеры. Фото в дневное время нормальное. При записи видео в 1080-30 фпс не хватает стабилизации. Ночные снимки приемлемые. В этом телефоне установлена огромная батарея на 6000 мАч. Поддерживается режим быстрой зарядки на 18 Вт с комплектным 22,5-ваттным зарядным адаптером. И как заявляет производитель, даже после тысячи циклов зарядки, емкость аккумулятора практически не изменится. Зарубежные блогеры провели тест автономности, сравнив Poco M3 с Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Realme X7 Pro, Pixel 5, iPhone 12 Pro Max. Под жесткой нагрузкой победил Poco M3. Продержался 9 часов 44 минуты. В черную пятницу, 27 ноября, телефон на 64 ГБ можно будет купить за 129 долларов, примерно 10 тысяч рублей. На 128 ГБ за 149 долларов, 12 тысяч рублей. Обычная цена 149-169 долларов. В описании под видео ссылка на официальную страницу Poco. Poco M3 позиционирует себя как телефон с отличной автономностью, с неплохой аппаратной начинкой и доступной ценой. Сам производитель Poco M3 сравнивает свой новый смартфон с Samsung A31 и Poco A53, которые немного хуже по характеристикам, но стоят в два раза дороже, чем новый Poco M3. Для кого же этот смартфон? Я его хочу использовать как второй телефон в машине для навигации, брать в поход, использовать как компас, навигация, слушать радио, делать приемлемые фото, на 48-мегапиксельную камеру в дневное время, снимать таймлапс, с его долгоиграющей батареей это все возможно. Внешне он не выглядит броско, я бы сказал даже отличный дизайн. В общем думайте решайте, а я уже набрал купоны и жду распродажу. На этом у меня все, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok